Праздник выведена из обращения вот перед нами как раз такая монетка ваше слово фартинг как бы переводится как четвертая часть чего-либо название английской монеты одна четвертой пенни вот одна четвертой пенни или одна девятьсот шестидесятая фунта стерлингов вначале она выпускалась в серебре примерно с 1256 года еще при Генрихе Третьем потом медные фартинги начал ну не своими руками руками своих лордов штамповать король Яков Первый это примерно с 1613 года ну так же вот были производные от фартинга он был самой мелкой монетой Великобритании а специально для Мальты британской колонии чеканили монету Треть фартинга именно так была оценена прежняя мальтийская монета Грана после перехода на британскую монетную систему ну вот фартинги 20 века дизайн фартинга изменился мало только во времена Георгия Шестова это вот как раз он изображен на реверсе монеты стали изображать небольшую птичку которая называется Крапивник вот она у нас как раз так вот здесь стал быть год выпуска монет 1944 и вот здесь вот написано фартинг птичка называется Крапивник так ну вот чеканка фартинга была прекращена в 1956 году законное обращение прекратилось как я уже сказал 31 декабря 1960 года после перехода Великобритании в 1971 году на десятичную монетную систему самой мелкой монетой стал полпенни а после его упразднения в 1984 году пенни по номиналу 9,6 раз больше фартинга однако из-за инфляции его покупательская способность сейчас вдвое ниже чем у фартинга на момент его выхода из обращения крапивник ну есть такая птичка она латинское название это язык можно и голову сломать если перевозить с латинского считать я этого делать не буду вот такая мелкая птица единственный представитель семейства крапивниковые обитающие в Америке Евразии и Северной Африке внешне похож на мягкий пушистый шарик с поднятым торчком коротким хвостиком птица очень подвижная с необычным громким голосом самцы обращают свою самцы помечают свою немалую территорию сидя на какой-нибудь возвышенности выводя разнообразные трели по благозвучию и сравнимой с пением соловья или канарейки вот такая вот птичка бойкая никому чужому на своей территории селиться не дает и вот что интересно полигамия вот у самца может быть или две или три семьи такой вот маленький но очень шустрый птичка очень шустрый птичка так скажем песня у крапивника громкая красивая напоминает голос канарейки я уже говорил включает в себя сочетание различных трелей с характерным сухим треском звенящих на высокой ноте как выразился немецкий натуралист девятнадцатого века Альфред Альфред Брём песня крапивника состоит из длинной свиты разнообразно сменяющихся высоких флейтовых тонов которые на середине довольно продолжительной песни переходят в звучную постепенно замирающую трель последняя повторяется часто и к концу песни составляет как бы ее заключение вот такая вот интересная птичка так ну поскольку это у нас как бы монета английская и придется вам осталось немножко времени я вам немножко расскажу английские анекдоты монета английская итак в комнату английского лорда входит слуга сэр простите за беспокойство но в замок пробрался вор лорд не меняет позы так прекрасно генри приготовь пожалуйста мое охотничье ружье охотничий костюм охотничий костюм я думаю надо будет клетчатый джон противный мальчишка ругается мать вернувшись вернувшись от телефона на кухне я же просил тебя следить за балаком я и следил она убежала ровно в 13 часов 15 минут так завтра джеймс приезжает мать моей жены я прошу вас отрубить нашей собаке хвост я не хочу я очень хочу чтобы ничто в доме не выражало радости по поводу приезда моей тещи две старые девы сидят во дворе на скамейке и поджав скорбной губы наблюдают за петхом который гоняется за курицей и никак не может ее догнать вот два раза обезжав вокруг дома курица выбегает на улицу и попадает под колеса грузовика одна из дев произносит с пафосом она предпочла смерть слуга обращается к лороду сэр осмелюсь доложить что на кухне некоторым образом возник пожар хозяин дома медленно отложил таймс и сказал сообщите этой леди вы же знаете Робинс что я не занимаюсь домашним хозяйством в лондонском клубе для избранных беседуют два лорда вчера на приеме у княгини Полимбук рассказывает один из них дед княгини по ошибке поцеловал мне руку и что было дальше трагедия врожденный такт заставил меня до конца вечера изображать женщину прохожий обращается к мужику у ног которого лежит здоровенная собака простите сэр ваша собака не кусается нет в этот момент собака встает и злобно откусывает у прохожего кусок мяса вы же сказали что она не кусается а кто вам сказал сэр что это моя собака два джентльмена разговаривают после званого обеда скажите сэр почему сегодня во время обеда вы постоянно целовали руку вот той даме которая сидела слева от вас понимаете ли сэр мне забыли положить салфетку англичанин и швед играют в гольф мимо проезжает травмная процессия англичанин снимает шляпу несколько секунд стоит молча потом снова берет клюшку какой трогательный жест говорит швед это не жест мы были с ней женаты почти 25 лет в лондоне в лондоне в своем доме в гостиной сидит англичанин курит трубку и читает утренний таймс вокруг вдруг обваливается стена и в гостиной скрипят ромазами въезжает мэрс за рулем которого сидит другой англичанин первый спокойно переводит на него взгляд вынимает трубку и спрашивает собственно сэр куда-то так торопится в манчастер сэр в таком случае вам было бы ближе ехать через кухню ну что ж пожалуй на сегодня все спасибо